Всем привет! Продолжаем рассматривать картины и их описания. Опубликованные книги, сокровища искусство, картины знаменитых мастеров, художественной репродукции в фотографиях, перевод и дополнение под редакцию Александра Бенуа, издательство 1904 года. Леонардо да Винчи, Флорентийская школа, Бианка с Форци. В Амбразиане, великолепном музее, основанном в Милане благородным и человеколюбимым покровителем искусства Карлом Бромео, между многочисленными сокровищами картинной галереи, хранится профильный портрет молодой женщины, изданно считающейся одним из самых мастерских произведений Леонардо да Винчи. Современная нам художественная критика, столь строго и скептически относившаяся к созданиям этого мастера, что осталась едва ли с полдюжиной картин, подлинность которых не заподозрена ею. Пыталась и этот портрет отнять у Леонардо и приписывала его второстепенному художнику-портретисту при Миланском дворе Амброджо Дипредису. Однако достоверные портреты этого живописца кажутся рядом с изображением Бьянки Сфорци, плохими изображениями умелого ремесленника, искусного миниатюрной живописи. Портрет Бьянки, побочной дочери герцога Людовика Сфорци и жены Роберта Сансаверина. Неоконченный портрет, которого работы Леонардо хранится там же, в Амбразиане, отличается замечательно тщательной отделкой деталей. Драгоценные украшения написаны так хорошо, что могли бы служить моделями для ювелиров. Волосы на голове можно сосчитать поодиночке, а тело написано словно эмалью. Блестит своей белизной и рельефно выделяется из черного фона. При этом все в портрете естественно и полно жизни. Цвет кожи удивительно нежен и свеж. Зубы и ноздри как будто движутся, так выразительны их линии, так жизнен их колорит. Фигура рисуется на черном фоне чрезвычайно пластично, но при этом краски так гармоничны, блестяще наложены сочно. Что и в отношении живописи, этот портрет можно смело признать одним из прекраснейших произведений Леонардо. Ну вот такое описание картины я нашел книги издания 1904 года. Сокровище искусства, картины знаменитых мастеров, художественной репродукции, фотографюрах Баде Кнампа. Перевод и дополнение под редактой Александра Бенуа. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok